Девушки отдыхают К нам, в нашу студию, с определенной регулярностью И мы сегодня будем говорить о важнейших социально-экономических преобразованиях в нашем регионе Обзор главы региона, так скажем Нет, я бы так не сказала, что это будет обзор главы региона Я думаю, что, конечно же, кроме каких-то экономических вопросов Мы будем задавать вопросы, которые тревожат нас всех и волнуют И по поводу пенсии, а тут еще Кремль обяжет власти регионов Отслеживать в соцсетях посты недовольных жителей Ты знаешь, что медиалогия по заказу правительства разработала приложение Которое будет и уже мониторит соцсети на предмет наших каких-то негативных постов С критикой, с критикой власти И будут смотреть, сколько проходит времени от публикации поста до реакции на него Мониторить будет власти Но это, видимо, будет учитываться при составлении Понятия не имею Давай спросим Что думает Игорь Владимирович об этом То есть много чего разного будет Будет совершенно разный вопрос А то, когда ты говоришь, что будет обзор, значит, бла-бла-бла Самых главных, то как-то скучно сразу становится Хорошо, подробный обзор Глубокий обзор С позицией жителей Надеюсь, что будет интересно Да В первом части мы приветствуем в нашей студии депутатов законодательного собрания Кировской области Галина Буркова, представитель комитета по социальным вопросам Нашего регионального парламента Галина Игоревна, день добрый Добрый день И вице-спикер Заксобрания Кировской области Роман Титов тоже с нами Роман Ольбертович, добрый день Добрый день И не могу не сказать, что Кировская область как раз в части этих пилотных регионов Где механизм отслеживания реакции властей на соцсети как раз используется Мы пилот, мы зашли в него полгода назад И я думаю, Игорь Владимирович здесь сможет детально рассказать О том, что только ждет другие регионы, а у нас уже используется Надо же, я думала, только в Москве это происходит Ну, по крайней мере, в федеральном смысле, что в Москве Практическое применение уже есть? Ну, обратите внимание В самых популярных пабликах министерства и ведомства, которые под отчет на правительство Кировской области Они реагируют в течение нескольких часов А мне казалось, это городская администрация в основном только этим занимается Нет Региональные власти тоже? Именно в рамках пилотного проекта, именно в рамках технологического отслеживания Созданы аккаунты министерства и ведомства в соцсетях Идет мониторинг, идет оперативная реакция То есть я общался с врачами, недавно буквально врачи говорят, что четко министерство им поручило Публикации в соцсетях приходят централизованно И они должны подготовить мотивированные, реальные, а не отписки, ответы на обращения граждан, которые в интернете опубликованы Вот заметьте, какая интересная история Тут разница есть, раз уж мы об этом заговорили Видно, что это важно, правда же? Для всех важно И для нас важно, кто пишет такие посты для граждан И для властей важно, потому что это и их взаимодействие с нашими сообществами И все-таки мониторинг, который осуществляет администрация президента Одно дело, когда мы пишем напрямую Игорю Владимировичу, у него есть аккаунт, куда можно посылать Одно дело напрямую пишем Дмитрию Александровичу Курдюмову и так далее А другое дело, когда в соцсетях люди просто комментируют какие-то вещи У нас же есть паблики такие, там «Злой кировчанин», там еще что-нибудь И я знаю точно, что правительство зачитает «Злой кировчанин», но здесь им даже читать не придется Программа сама будет все собирать отовсюду, из всех пабликов, там особенно ВКонтакте активно это работает Но это будет и Фейсбук, и другие Фактически это социологический опрос в режиме реального времени То есть высвечиваются темы, которые наиболее волнуют людей И министерство видит и корректирует свою деятельность Не только отвечает, но и корректирует А если не корректирует свою деятельность? Тогда администрация президента будет реагировать Такое лирическое отступление Спасибо, что пояснили У нас сегодня несколько тем для общения с депутатами ОЗС Давайте начнем с работы комитета по социальным вопросам, который недавно возглавила Галина Игоревна Давайте поясним ситуацию Вы только-только приступили к исполнению обязанностей Было принято решение, что это будет работа на освобожденной так называемой основе Давайте предпосылки этого обсудим Ну, 19 июля действительно на заседании законодательного собрания это решение было принято Меня избрали председателем комитета И было принято решение, что этот комитет, председатель его должен работать на освобожденной основе Я думаю, что предпосылками этого решения является прежде всего то, что те указы президента, майские новые указы дают новый вектор и импульс для решения многих вопросов, которые лежат как раз в плоскости социальной сферы Даже если взять бюджет Кировской области, то, например, за прошлый год более 60% бюджета как раз тратится на решение вопросов в сфере социальной политики Это 29,5 миллиардов рублей Кроме того, 440 тысяч жителей являются получателями той или иной социальной услуги И это получается, что каждый третий житель нашего региона пользуется этой услугой У нас есть федеральные льготники, есть региональные льготники Региональных у нас 279 тысяч льготников Это очень большое количество людей Большая структура, которая занимается решением этих вопросов Я думаю, что такой инструмент, как работа депутатов, тоже в этой же плоскости, на усиление этой работы Будет действительно дополнительным инструментом, чтобы и бюджет тратился эффективно, контроль за использованием таких больших средств был более эффективный И возможно, что появятся какие-то новые программы, которые будут решать проблемы наших жителей И улучшать их какое-то положение, особенно тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации Кто нуждается в такой поддержке и помощи Если говорить о текущей работе Комитета по социальным вопросам То можем мы сейчас радиослушателям сообщить, какие ключевые новшества, нововведения Как раз-таки сейчас обсуждаются или в ближайшее время будут рассматриваться комитетом? Ну, чтобы конкретно понять Хорошо, я поняла вопрос Будне так сказать Я хочу сказать, что, во-первых, работа комитета, она не с нуля Это не только что избрана у нас этот социальный комитет Его до этого возглавлял Сергей Сергеевич Кущин Была спланирована работа до конца года Уже намечен ряд мероприятий как раз для рассмотрения вопросов в сфере социальной политики Контроля за использованием средств И, естественно, мне как преемнику Сергея Сергеевича предстоит все это сделать То же самое, пройти все эти мероприятия, принять в них участие Сергей Сергеевич работал не на освобожденной основе Но те принципы, которые применял Сергей Сергеевич в своей работе Это открытость, возможность высказать свою точку зрения Принципиальный подход к решению вопроса Возможно, нелицеприятные какие-то разговоры Они все велись на социальном комитете И потом принималось какое-то взвешенное решение И оно уже шло в публичное пространство И в том числе выносилось на обсуждение всех депутатов Эти принципы, конечно же, я буду также продолжать, соблюдать Я думаю, что вот этот подход, он останется при решении любых вопросов в социальном комитете Чем я бы занялась сейчас? Ну, первое, что нужно и приходит на ум, наверное, любому здравомыслящему человеку Который берется за несколько новое для себя дело Хотя новым я сильно его не назову Потому что я 22 года проработала в бюджетной сфере И мне знакома большая часть этих вопросов Кроме того, была депутатом на уровне муниципальном в районной думе Сейчас депутатом областного законодательного собрания Была руководителем аппарата приемной, куда со своими бедами идут То есть мне эти вопросы знакомы Но чем бы я сейчас занялась? Первое, мне нужно проанализировать, конечно, все, что происходит в социальной политике Кировской области Это бюджет, структуру, программы, которые у нас реализуются Конечно, законодательство и на федеральном уровне законодательство И законодательство региональное наше Кроме того, сравнить, а что в Привозском округе в этой сфере по социальным вопросам Какие, может быть, есть льготы дополнительные у них установленные Какие у них есть возможности, как они регулируют эти вопросы в сфере социальной политики Это, конечно, будет помогать в работе Нужно базу себе создать этих знаний Кроме того, познакомиться с людьми, которые возглавляют структуру Которые работают в структуре оказания социальных услуг И познакомиться даже не только с людьми, которые привязаны к министерству социальной политики А также теми общественными организациями, которые тоже ведут эти вопросы И помогают инвалидам, помогают ветеранам Соответственно, знакомство с этими людьми позволит мне получить дополнительное понимание Какие существуют проблемы И для того, чтобы потом организовать свою работу так, чтобы помочь им в решении этих проблем Сколько вы отводите времени как раз на ознакомительную работу? Просто скоро пауза у нас До конца года вникнете, успеете в курс дела? Конечно, я думаю, что даже раньше Потому что буду работать на освобожденной основе И все свое время буду тратить только на эту работу Поэтому при помощи коллег, которые уже есть сейчас в социальном комитете Знание пополнится быстро И, соответственно, я думаю, что за месяц я справлюсь с этой работой И уже дальше буду предлагать что-то такое Что было до этого не спланировано в работе комитета Ну, надо сказать, что это комитет по социальным вопросам Это комитет, который разбирает самые напряженные вопросы Потому что социальная ситуация в обществе всегда требует особо пристального внимания И всегда там поднимаются проблемы от самых частных таких случаев Которые касаются отдельных людей до глобальных Как сейчас пенсионная реформа, которая у нас три обсуждения сейчас И это все предстоит вам решать Сейчас прервемся буквально на полминуты И продолжим разговор с нашими гостями Напоминаю, что в студии Галина Буркова Председатель комитета по социальным вопросам Заксобрания Кировской области И Роман Титов, вице-спикер Заксобрания Кировской области Которым мы после перерыва слова и передадим Продолжаем разговор с нашими гостями Галина Буркова Председатель комитета по социальным вопросам Заксобрания Кировской области У нас в студии И Роман Титов, вице-спикер Заксобрания И Роман Альбертовичу И сейчас мы как раз обращаем наши вопросы Две инициативы 19 июля на пленарном заседании Областного законодательного собрания Не поддержали Две инициативы Госдумы Первое, это новые льготы для ветеранов боевых действий И второе, это запрет вносить существенные изменения В трудовые договоры с беременными женщинами И женщинами, находящимися в декретном отпуске Я бы со второго вопроса начала И, наверное, попросила бы Романа Альбертовича Сначала это прокомментировать А потом Галину Игоревну Потому что это и ваш вопрос тоже В чем суть? Две маленькие поправочки Во-первых, это не инициатива Госдумы Это инициатива ряда депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе Во-вторых, мы не то, что их не поддержали Мы воздержались, мотивированно воздержались При принятии решения по этим вопросам Давайте тогда начнем со второго С беременных женщин Читая интернет, много нового узнал и про себя И про своих коллег И создается ощущение, что будто бы Мы лишили всех прав и льгот Этих самых беременных женщин Коллеги, заверяю вас, что это не так Если внимательно почитать Трудовое законодательство Трудовой кодекс Российской Федерации То у нас категория беременных женщин Она таким стальным стержнем Проходит гарантия через весь Трудовой кодекс То есть фактически беременную женщину Невозможно Никаким законным или незаконным Сразу вступает в действие суды и прокуратура Образом уволить или как-то ограничить ее права Беременную и находящуюся в декрите Да, мы понимаем Для Трудового кодекса эти понятия равнозначны Разначны и понятия мужчины Который, например, тоже может исполнять обязанности Да, да, да Было в 2011 году целое разбирательство в конституционном суде И право мужчин Попадать под эти льготы Под эту социальную защиту Тоже было доказано Решением соответствующего Номер 28П, по-моему, было решение То есть речь о чем Есть базовые принципы законодательства Все возможные случаи Использования применения законодательства В законе присмотреть невозможно На это есть право применения То есть это применительно Вот к этой норме Это трудовая инспекция Это прокуратура Это судебные органы Огромное внимание суды Уделяют защите права беременных женщин Ежегодно фактически До Конституционного или до Верховного суда Доходят дела И по необходимости Нормы трудового законодательства Корректируются Есть обзоры практики Верховного суда На которые опираются И органы надзорные И прочее, прочее Но вот та ситуация Которую коллеги из ЛДПР Попытались описать в своем законе Что гипотетически работодатель Может по своей инициативе Внести изменения в трудовой договор Касающийся очень узкого На самом деле спектра То есть это изменения Определенных условий труда Да, условий труда Организационных условий труда Например, перевести из отдела П В отдел Б Да, формально он не должен Согласовать такие изменения С работником В том числе с беременной женщиной Будто под этим предлогом Могут уволить На самом деле Остальными нормами О которых я вначале говорил Трудового кодекса Право женщин Отказаться От изменения Условий трудового договора Право не соглашаться С работодателем Оно полностью гарантирован Кроме того Я юридически смотрю На предложенные законопроекты Я вижу там изменения Вносится Новая статья 260 дробь 1 добавляется Если бы даже эту норму приняли Необходимо было бы Вносить изменения в целый ряд других статей Трудового кодекса То есть сама по себе Законодательная инициатива Она очень сырая Всем при этом мы И я думаю Галина Игоревна Меня поддержит Мы разумеется считаем Что защита прав беременных женщин Важна Нужна И необходима И дело не только в социальной защите А в том что необходима Финансовая гарантия беременной женщине На период декретного отпуска Чтобы она нормально могла воспитывать ребенка Все это прописано И предусмотрено Все остальное Коллеги Это мое частное мнение Сейчас скажу Это инициатива Которая была внесена Не ради инициативы А ради последующей реакции На нее Ну там смотрите Воздержусь То есть популизм На самом деле Это такая Наверное даже слишком высокая оценка Для таких инициатив То есть берем Забрасываем инициативу Которая заведомо так скроена Что будет отклонена И в том числе Государственной думой Разумеется По формальным признакам Эта инициатива не принимается Мы устраиваем Значит Бурю в стакане С применением средств Массовой информации Не очень красиво На мой взгляд Ну вот кстати говоря Здесь Я именно такой вопрос Хотела и задать Галине Игоревне Вы же с 2009 года Руководили аппаратом Общественной приемной Партии Единая Россия И люди У которых возникают Проблемы любого характера В том числе Беременных женщин Или женщин Которых В декретном отпуске Или мужчины По уходу за ребенком И каким-то образом Они страдают От работодателя Который может перевести Из отдела А в отдел Б С ухудшением условий Такой может быть Вынудив таким образом Человеку увольняться Может быть Вот такая гипотетическая ситуация Ну и вообще Этой категории Люди В нашей стране Они часто обращались В общественную приемную Уверяю вас Ни одного такого обращения За этот период Не было Именно по этому факту С жалобой на работодателя Что он каким-то образом Пытается ущемить Права беременной женщины Женщины Находящиеся в отпуске По уходу за ребенком Это очень важно Предпосылки Должна быть Какая-то критическая масса Накопиться Для того Чтобы возникали Такие инициативы И дальше После того Как коллеги из ЛДПР Эту инициативу В Госдуме озвучили Кроме того Что СМИ Это обсуждали Поддержано ли это было Каким-то образом Звонками В любые Общественные приемные В приемные Депутатов В ОЗС куда-нибудь Какая-то реакция От самих Собственно говоря Возможных потребителей То же самое Через нашу структуру Точно Никаких таких звонков Не было Кроме того Да Вот есть какие-то Внутренние установки И если Ну в нашей организации Тут я представляю Партию «Единая Россия» В нашей организации Если есть внутренняя установка Поддержка материнства Улучшение демографии Поддержка многодетных семей Соответственно Даже рука не поднимется Ни у кого Из тех Кто является руководителем На то Чтобы покуситься На то святое Что у нас есть На самом деле Я считаю Что это вот И внутренние убеждения И в том числе Это внутренние убеждения Сейчас реализуются Через эти законы Которые применяются Я думаю Я думаю Что такого нет Я сама Как руководитель Сталкивалась С такой проблемой Когда женщина Находясь там На гражданско-правом договоре И вдруг выясняется Что она должна Вот Скоро уйти в декрет Да я все силы Прикладывала Для того Чтобы этой женщине Помочь Каким-то образом Решить вопрос С трудоустройством Для того Чтобы она В дальнейшем Имела какую-то Возможность Получать пособие Здесь смотрите Еще важный момент Люди идут В общественные приемные К депутатам Тогда когда Органы исполнительной власти Или муниципалитеты Не смогли Защитить их То есть Это уже второй шаг То есть Если в общественные приемные И нам Этих обращений Не поступают Значит Практика И прокуратура И трудовой инспекции Она Полностью удовлетворяет людей Значит Работают эффективно Услышать А кстати Да Вопрос Почему Эту Инициативу Рассматривать На местном На региональном На нашем уровне Потребовалось Потому что Это изменение В трудовое законодательство Или что Нет 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 Коллеги Мы на самом деле Частенько Получаем Точнее Постоянный поток У нас идет Законопроектов Государственной Думы К первому чтению Идет принципиальное Одобрение Или неодобрение Ко второму чтению Мы можем вносить поправки Просто по срокам Часто не успеваем Но в целом На каждом законодательном Собрании Мы оцениваем Ряд инициатив Депутатов Госдумы Ряд поддерживаем Ряд Отклоняем Отряда Просто отказываемся Огромный объем Мы даже не выносим Поскольку Либо по срокам Не успеваем Либо не видим Их актуальности То есть Это не что-то такое Чрезвычайное И наше мнение Здесь Владимир Александрович И коллеги Из фракции Владимир Костин Унесли на рассмотрение Мы должны это рассматривать Даже если бы мы Не обсуждали Этот законопроект Он в любом случае Другими субъектами Может быть поддержан Или не поддержан Это необязательное условие В Киевской области Обязательно поддержать Этот законопроект Для рассмотрения Мы имеем право Отреагировать Например Уже между первым и вторым Чтением Хорошо Более-менее ясно Давайте Время бежит К еще одному законопроекту Льготы для ветеранов Боевых действий Опять же Хочется сказать Что мы признаем Полностью Важность заслуг Ветеранов военных действий Но считаем Неправильным Для каких-то политических целей Прикрываться Как женщинами и детьми Так и ветеранами Военных действий Вот если мы берем Законодательную инициативу Опять же Которая была внесена Рядом Депутатов В Госдуму Депутаты фракции ЛДПР Которая была внесена И в региональное Законодательное собрание То мы видим Что Предлагается Ввести Льготирование Для ветеранов Военных действий 50% От услуг ЖКХ И плата За снижение Общего имущества Вот Полностью Поддерживаю Необходимость И важность Какой-то Социальной защиты Ветеранов военных действий Но Здесь мы действовали Сугубо По формальному признаку Законы Федеральные Которые Влекут за собой Необходимость Финансовых трат Или влекут за собой Финансовые потери бюджета Должны иметь Очень серьезное Финансово-экономическое Обоснование Вот Напомню вам Речь идет о льготах Как на оплату Услуг По содержанию Общественного имущества В доме Так и на оплату Услуг ЖКХ А для понимания Сколько у нас Такая категория Численность составляет По России Миллион человек Миллион человек Да Вот просто Берем записку И видим Что проанализирована Исключительно Льгота По Общедомовому имуществу То есть На той льготы Которую коллеги вносят И по ней уже Потери бюджета Составляют порядка 24 миллиардов рублей Но про вторую льготу Совершенно забыли По стране Финансово-экономическом обосновании Его просто нет То есть Раз Второе Если Идут такие Серьезные затраты Бюджета Необходимо предусмотреть Сточник финансирования По работе С аппаратом правительства С профильным министерством А это Минсоц федеральный Откуда мы возьмем Эти деньги По каким статьям Проведем Этого Ничего сделано Не было То есть Фактически Опять же Закон Со сковородки Как блин Просто кинули На теловите То есть Если бы Были предусмотрены Механизмы финансирования А это даже написано И в соответствующем Постановлении правительства И правительство Российской Федерации Изучило законопроект И его не поддерживает При всем при этом Обращает внимание Что всесторонне Поддерживаемые инициативы Направлены на защиту ветеранов Просто По формальным признакам Закон Недоделанный Не готовый Закинуть в государственную думу Была бы другая реакция По этому проекту закон Фактически Мы сегодня имеем Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации Еще на стадии До рассмотрения В первом чтении этого закона Именно поэтому Мы также воздержались И ряд коллег Проголосовали прочих При рассмотрении Этого проекта закон Вот эти 24 упомянутых Миллиардов рублей Это только федеральные деньги Или Согласно инициативе Еще и региональный бюджет Нет, ветераны И являются федеральными льготниками На что идут эти деньги Мы понимаем Что Управляющие Ресурсоснабжающие организации Они все равно Будут вынуждены Нести убытки За счет 50% скидки И федеральный бюджет Должен будет компенсировать Выпадающие доходы Но для понимания У нас даже По существующим льготникам Региональным Вот только что Общались с коллегами Из Ресурсоснабжающих организаций Уже задолженность Несколько сот миллионов За этот год идет Огромные деньги То есть каждая льгота Она должна быть Профинансирована и предусмотрена Да Вот кстати говоря По поводу Каждая льгота Которая должна быть Профинансирована и предусмотрена Она должна быть еще подтверждена Вот по нашим источникам Сейчас в том числе И льготы И оплата льготного проезда Которая производится Там правительством В адрес Автотранспортных предприятий В скором будущем Совсем уже в скором будущем Должна будет быть Индивидуализирована То есть буквально Сведения о каждой Марио Ивановне Должны будут подаваться А не в целом АТП например Которая говорит Вот у нас было столько Льготных проездов Железнодорожные перевозки Фиксированы будет Каждый буквально человек Надо к этому привыкать И я так понимаю Что эти сведения Тоже будут открытыми То есть можно будет Проследить Каждой Марио Ивановне Ивану Ивановичу И это тоже будет снимать С точки зрения Защиты своих прав Какие-то конфликтные ситуации Конечно Об этом мы поговорим Обязательно в наших Ближайших эфирах О том как это будет реализовываться Ну просто в целом Вывод о котором Нам Об этом посыле нам Постоянно говорит И министерство Социального развития И профильный Заместитель Представитель правительства Дмитрий Александрович Курдимов Что каждая льгота Каждая льгота Будет строго направлена На конкретного человека Которому она полагается Адресное предоставление льгот Это вот тот принцип Который должен быть соблюден И мы это сейчас видим В классе очевидности Пора на рекламу Да Полторы минуты И продолжим наше общение Депутаты законодательного собрания Кирской области У нас гостя Галина Буркова И Роман Титов И мы до перерыва Обсуждали Почему депутаты Заксобрания Завернули предложение Депутатов Госдумы По льготам Для ветеранов боевых действий В перерыве Все-таки Уточняющие моменты Мы озвучили Я бы хотела Чтобы они прозвучали Просто сейчас То есть это не вообще Просто отвергается Такая инициатива Есть запрос На конкретизацию Почему, кому и как Потому что есть Существующие какие-то льготы И есть люди Которые находились В горячих точках В разном статусе Да Да, действительно То есть во-первых Коллеги У нас на сегодняшний момент Льготы по коммуналке Имеют Собственно говоря Инвалиды военных действий То есть люди Которые понесли Боевые ранения Сражаясь за родину Имеют льготы На коммуналку Семьи погибших Ветеранов Военных действий В ходе исполнения Воинского долга Речь идет О введении Максимально Коллеги из ЛДПР Пытаются ввести Максимально широкую категорию То есть ветераны У нас к ветеранам Относятся Те, кто находился Гипотетически На территории Которые относятся К конфликтной территории Это даже Извините Офицер штаба Который Финансовые бумаги Переклал Не обязательно Это человек Держал автомат в руках Поэтому Льгота Любая Она должна быть Предельно Конкретизирована И мы Еще раз Мы не Оценивали Необходимость Или не необходимость Поддержки ветеранов Мы оценивали Конкретный документ Который Был внесен Который сырой Который Противоречит Просто принципам Которые Применяются К таким законопроектам И при доработке Мы готовы вернуться При конкретизации Числа этих ветеранов Их заслуг Перед Отечеством Конечно Мы в таком случае Будем рассматривать И поддерживать Необходимость Льготирования Этой категории граждан В общем Вопрос к инициаторам Да сейчас Конечно Еще два важных вопроса Которые мы хотели бы обсудить Но Вот первый вопрос Мы бы хотели Прокомментировать Чтобы вы прокомментировали Коллеги Высказывание Еще одного депутата Законодательного собрания Кировской области Тоже на пленарке 19 июля Федор Сураев Он раскритиковал Принятое решение По Предложенным спискам От ОЗС В общественную палату Кировской области Сказал что Он сказал что Собственно говоря Сейчас я даже процитирую Чтобы не ошибиться Ладно не буду искать В общем он Он сказал что Во первых Общественная палата Таким образом превращается В ничего не решающий орган Усомнился в том Что этот список Вообще какой то эффективный Да Вот За который голосовали Критика была достаточно жесткая К какой вы там относитесь Мне хотелось бы пожелать Федору Васильевичу Почаще появляться Как на заседаниях Профильных комитетов Так и на совете Законодательного собрания Где эти вопросы Обсуждались Прямо перед Законодательным собранием Тот список Про который он говорит Это список Кандидатов Членов общественной палаты Который был одобрен Как профильных комитетов Так и советом Законодательного собрания Причем за этот список Голосовали в том числе За присутствующие Лидеры оппозиционных фракций Кроме Федора Васильевича Который Ну В силу каких то причин Не появился И вопросов Нам не задал То есть Федор Васильевич Последние два заседания Как то действует По одному сценарию Он в героической позе С трибуны Обращается Пламенными воззваниями К нам пытается Как то учить жизнь Но еще раз Все эти вопросы Можно было бы снять В рабочем порядке Поприсутствовав На заседании комитета И на заседании Совета ЗАГС Собраний Что еще важно Если Федор Васильевич Считает Что какие то из людей Должны были пройти В общественную палату А их не поддержали Наверное этим людям Стоило бы воспользоваться Правом на выступление Которое давалось И на законодательном собрании И на заседании Профильной комиссии Этим правом Они не воспользовались Честно говоря Не понимаю В чем претензии Федора Васильевича Я сейчас нашла цитату И скажу в чем Вот что он говорил По какому принципу Формировался список Из 16 кандидатов И какой смысл Существования Общественной палаты Я вам отвечу Партия власти Тоже вопрос Наверное О Галине Игоревне будет Партия власти Хочет создать Видимость Демократической деятельности И участие Граждан Общественно-политической дискуссии Все члены Утверждаемой ОЗС Несмотря на изменения в законе По-прежнему фактически Выдвигаются Политическими партиями Вот что его беспокоит Галина Игоревна Хоть кто-либо из них был Выдвинут политическими партиями У нас политическая партия Не имеет права На движение Извините Да-да-да Я согласна И подтверждаю То, что говорит Роман Альбертович Политические партии Не участвуют в этом процессе Есть принцип формирования От общественной организации Кроме того Там надо еще период определенный Чтобы эта организация существовала По этому принципу И были предложены люди И мы избирали Из 40 человек 16 на законодательном собрании Та претензия Которая звучала От Федора Васильевича Еще заключалась в том Что в списке Который был у депутатов Было проставлено К какой политической партии Принадлежит тот или иной человек Вот так звучало дословно И я делаю сейчас на этом акцент И хочу пояснить Почему это было Потому что именно с этого года Ввелось новое положение Что не может быть человек Который работает в общественной палате Будет представителем в общественной палате И иметь партийную принадлежность То есть там было поставлено Член партии такой Или член партии такой Это значит Что нужно руководству Этой политической партии Принять решение О приостановке Членства в партии Этих людей Которых мы назначили Так партия Единая Россия Приостанавливая членство в партии По-моему у нас там 5 человек Или 4 человека Они вынуждены будут Приостановить членство в партии И поэтому вот этот значок Который стоял там Справедливая Россия Это член справедливой России Это член ЛДПР Этим людям Будет сигнал Руководству Чтобы они приняли Своим руководящим органам Соответствующее решение О приостановке членства в партии А правда что в этом году Вот вы говорите Судя по цифрам Которые вы назвали Из 40 человек Это же люди которые заявляются Или НКО заявляют О том что их выдвигают А все таки это достаточно Высокая конкуренция Из 40 человек И вот это обесценивает Другое высказание Федора Васильевича О том что Общественная палата Ничего не решает Слушайте За то чтобы оказывается Поучаствовать в органе Который в кавычках Ничего не решает Люди готовы биться И серьезный конкурс И мы с Сан Саном Чемгалицкий говорили Что будет серьезный конкурс Да секретарем общественной палаты Серьезный конкурс За третью долю То есть это которые Будут избираться Уже избранными членами От общественных организаций Он прогнозит конкурс До 9 человек на место То есть Видимо Общественная палата работает И показатели Заявочной этой кампании Они крайне высоки Люди хотят работать И участвовать Надо только сказать Что Федор Сураев Будет сегодня у нас В программе особое мнение После 13 часов И я ему эти вопросы Тоже задам Остается 5 минут Буквально еще один Важнейший вопрос В нашей жизни Лето так или иначе Закончится Придет зима И уже надо думать Сильно думать Подготовки к отопительному Сезону Этот вопрос тоже В рамках ОЗС Рассматривается И в частности На пленарном заседании Выступал Министр энергетики ЖКХ нашей области Игорь Редькин Итак у вас есть Какие-то замечания А можно я перед замечаниями Все-таки сейчас На истории начну Потому что На сайте Обгородская 43 Было 18 июля Опубликовано сообщение Что на 18 июля На площадках У всех четырех котельных Нет ни бревнышка И для того Чтобы провести Отопительный сезон В Богородском Нужно примерно 6 тысяч кубометров Дров А по закону На начало Отопительного сезона Нужно иметь 70 процентов Заготовленных Дров Сомневаются Коллеги С сайта Богородская 43 Что сезон Отопительный В Богородском Начнется Спокойно В общем проблема Так называемого Местного топлива Это только часть Да проблемы Так понимаем Вот коллеги Если вас интересует Мое мнение То я оценил доклад Игорь Юрьевич Достаточно критично Самая важная фраза На мой взгляд В докладе Очень честная фраза Это основная причина Улетворительного прохождения Вышеуказанного периода Прошлого года Считаем Мягкие погодные условия Повезло Ну фактически да Потому что Не решены проблемы По изношенности сетей По задолженности Что ставит на грань Выживания ресурсников Не решены проблемы По серьезным Налоговым обременениям Которые Из-за несовершенства Российского законодательства Вдруг упали на тех Концессионеров Которые смело взялись Модернизировать Инфраструктуру В территориях По видам топлива Действительно серьезная ситуация У нас местных видов топлива Которых казалось бы Мы должны быть впереди Планеты всей Заготовлено Меньше чем мазута И угля Я еще отдельно Обратил вопрос Игоря Юрьевича Внимание Игоря Юрьевича На пленарке На то что необходимо Переходить От привозных видов топлива На местное То есть они не должны быть в хвосте У нас топливный баланс Перекошен Мы создаем Оплачиваем рабочие места В других регионах Угольщикам Кузбасса Нефтяникам Югры Но мы должны Оплачивать Рабочие места И создавать инфраструктуру В трофеновой отрасли В сфере деревообработки И у нас дров Пилет И всего прочего Местного Должно быть Уже к лету Заготовлено На следующий сезон Надеюсь Что коллегии Было соответствующее Поручение Владимира Васильевича Быкова Все вопросы Которые мы задавали На пленарке Министерство направят И мы получим На них ответы Потому что Скажем так На погоду Надеяться второй год подряд Мы точно не можем Это мое мнение Способны наши котельные Так массово Работать на местном топливе Нет Насколько мне известно Как озвучил Игорь Юрьевич По-моему 90% Уже готовы к этому Готовы Наши котельные Котельные готовы Но упираются В том числе Главы муниципальных образований У нас на самом деле Очень хитрая система Казалось бы Целесообразно Закупки проводить Через какое-то Областное учреждение Большими лотами И получать скидки Но у нас фактически Торгуют муниципалитеты Напрямую По каждой котельной Что и цену завышает И создает Мягко говоря Заинтересованность Руководителя Ряда муниципальных образований В сохранении Существующего топливного баланса Поскольку Вслед за закупкой Идет какая-нибудь Приятная штука Не буду углубляться В подробности Интересно Это речь об откатах идет? Не могу комментировать Пусть предполагаем Кстати говоря Сейчас мы завершаем Нашу программу И будем конечно Сообщаем нашим слушателям Что мы конечно Будем встречаться В рамках дневных разворотов И других программ С депутатами УЗС Что мы регулярно делаем И в особых мнениях В том числе Еще раз напоминаю Федор Сураев Сегодня будет После 13 часов Что касается местного топлива Мы сегодня будем Наверное Говорить с губернатором О развитии лесной Лесоперерабатывающей отрасли Потому что пилеты Если приезжают сюда Представители Скандинавских стран Как это было на лесном форуме И готовы вкладываться В производство Пилеты для Скандинавии Почему-то Очень медленно Двигается процесс По организации Такого производства В том числе И для нужд Нашего региона И России Хотя потенциально Это очень эффективно Как мы знаем Но об этом Может быть Поговорим Во второй части Дневного разворота А пока Благодарим наших гостей Напоминаю Что сегодня К нам в гости приходили Депутаты Областного законодательного Собрания Кировской области Галина Буркова И Роман Титов Коллеги спасибо Хорошего дня И вам спасибо До свидания И вам спасибо за приглашение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!